Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и это обзор четвертого тура Лиги Чемпионов. Конечно же, по расписанию мы очень сильно задержались на месяца три, но сейчас из-за всех этих проблем, из-за коронавируса, чемпионаты топ-5 лиг и наш чемпионат России, Лига Чемпионов, Еврокубки все приостановлены, поэтому, думаю, во время этой паузы мы как раз и нагоним наш график этими обзорами и также будем радовать вас обзорами раунда плей-офф как Лиги Чемпионов, так и Лиги Европы. Ну а сейчас приятного вам просмотра. Итак, начинается наш четвертый тур с матча Барселоны, которая принимала пражскую славю. Команды, которые, наверное, все-таки борются за Лигу Европы в этой группе, но вряд ли они туда попадут, потому что Баруся и Интер будут бороться за выход в плей-офф вместе с Барселоной, так что какая-то из этих трех команд обязательно попадет в Лигу Европы. Ну а вы видите, в концовке уже матча была напряженная борьба между двумя этими командами, и как вы увидели, славя открыла счет за буквально там 5 минут до конца. Вот так вот забили. Забила команда, от которой не ждали такого. Пропускает Барселона. Вот такой курьезный гол, конечно, но не курьезный. Здесь и неизвестно, чья ошибка, наверное, все-таки обороны. Но Торштегин практически достал этот мяч и забил Петер Цавик. Также, друзья, я совсем недавно только снимал эти обзоры. Как вы понимаете, матч так и закончился в пользу слави. Недавно снимал эти обзоры, поэтому здесь уже команда с зимними трансферами. Здесь и Эрлинг Холланд уже в Дортмундской Баруси, Анид Брэд Булли. Так что будет, не знаю, мне кажется, ничем не изменится команда, так и останутся практически силами. Но вот у нас матч Ливерпуль-Генг, и вот так вот Генг открывает счет уже на 23-й минуте. Ливерпуль именно в нашем обзоре, в нашей симуляции очень плохо себя показывает. Занимают последнюю строчку на данный момент. И вот так вот еще и дома на Энфилде пропускают от Генга. Я понимаю, в реальной жизни они уже вылетели из Лиги Чемпионов от Мадридского Атлетика на стадии 1-й, восьмой. Но все равно на группе вот так вот пропускают, тем более Алисон. Главный, мне кажется, если смотреть туда, он главный голкипер на южноамериканском континенте. Сейчас самый высокорейтинговый. Эдерсон практически с ним наравне, но Алисон все равно получше. Так что и пропускает вот такой вот гол. Но это странно, мне кажется. Но в концовке первого тайма вот так вот распасовались. И Эндерсон аккуратно скатил на Вейналдума. И перед самым перерывом Ливерпуль сравнивает счет, уходя в раздевалку. Здесь Вейналдум побежал к Юргену Клопу, радуется вместе с ним. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, как вы понимаете, с таким счетом и заканчивается матч. Ливерпуль и Генг со счетом 1-1. А у нас следующий матч принимает его, естественно, Наполи в этой же группе, где и Ливерпуль и Генг. Наполи принимает Рэдбуль. Наполи пока что замечательно прошли все свои три тура. То есть первую половину группового этапа. Они все выиграли, обыграли даже Ливерпуль. Прошло обладатель Лиги Чемпионов. Ну, и вот так вот замечательно на добивании на 12-й минуте сыграл Петр Зелинский. И открыл счет. Продолжение следует... Продолжение следует... И так идет уже атака, которая приведет ко второму голу. Замечательно Инсиния проходит по флангу, идет в центр передачи. И Аркадий Шмилек забивает, делает еще 2-0. Пока что на данный момент в четвертом туре это самая разгромная победа со счетом 2-0. Но у нас еще куча матчей впереди. И так, насчет раунда плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Мы, естественно, будем брать из реальности именно команды по парам. Не будем, как у нас здесь, делать жеребьев, которые у нас именно команды прошли. Потому что мы просто посмотрим, с какой вероятностью совпало или не совпало наша именно симуляция FIFA в Лиге Чемпионов. И вот, вы видите, сейчас Инсиния головой забил третий мяч на поле в матче на 66-й минуте. И посмотрим, с какой вероятностью был сыгран групповой этап. Ну и потом дальше посмотрим, как произойдут матчи в раунде плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Лиги Европы мы также примерно будем играть. Там я уже посмотрел. В 1-16 Лиге Европы всего лишь вроде как две пары только не сыграют. Потому что двух клубов, как я понимаю, нет у FIFA. Но это примерно как и получается Лига Чемпионов у нас тоже. Из, получается, 16 матчей у нас играется только 14. Из-за того, что нет у нас Цервены Звезды, FIFA 20 и нету Санкт-Петербургского Зенита. Матч Наполи-Рэдбуль заканчивается со счетом 3-0. Разгромная победа Наполи и их уже четвертая победа в Лиге Чемпионов. А у нас матч интересный. Боруссия Дорму против Интера. Именно эти две команды будут бороться за выход в Лигу Чемпионов. Многие считают, что Барселона уже точно выйдет дальше. Ну вот так вот. Ромео Лукаку на 53-й минуте. Я же все правильно понимаю, да. Ромео Лукаку на добивание отлично сыграл. Голкипер не зафиксировал мяч. И Лукаку выиграл этот подбор. И замечательно проткнул мяч дальше в ворота и забил. Итак, продолжается у нас матч. И вот так вот Джейден Санчо, Эрлин Холланд, который у нас играет четвертый тур Лиги Чемпионов уже за Дормунскую Боруссию, сил никак не изменится от этого, просто обновил я составы. Ну и как вы понимаете, может быть это и мой косяк. Все, что затянул с четвертым туром. Он должен был выйти у нас вообще 7 ноября. Сейчас у нас уже конец марта. Но все равно Марко Рой сравнивает счет в матче против Интера. И это очень важно дома сравнять. Можно еще есть время забить еще. И вот таким вот замечательным ударом на 84-й минуте Антонио Кандрева забивает шикарный гол, выводя вперед. Снова Интер выходит вперед. Дормунская Боруссия поплыла в этом матче. Ни разу за матч они не выигрывали. Только вот единственное сравняли счет. Замечательный гол получился от Антонио Кандревы. Посмотрите. И за штрафной. С левой ноги. Сейчас даже посмотрим в самую девятку, наверное, еще и залетел. Нет, не в девятку. Но все равно удар очень хороший, хлесткий получился. Все замечательно. Заканчивается матч против, между Дормунской Боруссией и Интером. Со счетом 1-2 побеждает Интер. А у нас матч Леон-Бенфика. Именно эта группа у нас неполная. Как вы все знаете из-за того, что на Петербургского Зенита нету FIFA 20. И вот так вот на выезде, замечательно, на 39-й минуте Бенфика выходит вперед. Хорошо здесь пробил головой Антонио Лопес. Понадеялся, что именно этот угол удара закроет защитник. Сам полетел в другой. Но, как вы понимаете, Бенфика выходит вперед. Не помогло этом. Бенфике тоже важно забивать, потому что Леон и Лейпциг намного сильнее, чем они. Но вот они проявляют свой характер и забивают. И вот 90-е уже минута матча и Дембеле, Мусар, Дембеле забивает гол, выводит вперед Леон. Это Дембеле или нет? Или Дембеле там голевую отдал? Вроде как Дембеле даже голевую отдал. Сейчас мы узнаем, кто забил. Может быть сам Дембеле. Вот замечательный пас. Ну и вот так вот в дальний угол. Леон все-таки дома к себе сравнивает счет. Вот так вот особенно и не видно. Из-за того, что геймфейса у многих игроков нету, не понять, на кого они там похожи. Но это точно не Дембеле, мне кажется. Ауар, наверное. Да, Хосем Ауар. Полузащитник забивает гол, сравнивает счеты. Важный матч, важный гол. И не проиграл Леон. Так и закончится матч в ничью со счетом 1-1. Сразу же после этого розыгрыша. Абитер свистит и заканчивает матч. У нас матч в Лондоне. Челси принимает амстердамский клуб Аякс. Аякс полуфиналист прошлого сезона Лиги Чемпионов. Замечательно они показали. И вылетели, между прочим, именно от лондонской команды в полуфинале. От Тоттенхэма. И вот так вот на концовке первого тайма Абрахам забивает и выводит вперед Челси. Для Челси это тоже своенравный сезон. Ушел Эден Азар. И теперь нужно показывать, что именно каждый игрок готов бороться за звание лица Челси. Ведь Азар представлял, как только говорили Челси, сразу же всем вспоминался Эден Азар. Раньше Джон Терри, скорее всего. Кому-то Петер Чех. Но вот так вот Тэмми Абрахам потихоньку создает себе имя. Надеюсь, что у него это получится. Так матчи заканчиваются с минимальным счетом 1-0. Лондонский клуб побеждает с минимальным счетом Бавария. Принимает у себя дома Олимпиакос. Также эта группа. Всего лишь две у нас такие группы. Неполные. Потому что нет сервенной звезды. И как вы понимаете, матч закончится 0-0. Абсолютно без моментов. И вот этот интересный матч. Самый забивной, мне кажется. Локомотив принимает Ювентус. На первых минутах уже Крещен Роналдов здесь накручивает. Отдает на Игуаина. И он в ближний угол низом забивает. И выводит вперед Ювентус. Восьмая-двятая минута матча. И уже Ювентус уходит вперед. А у нас именно в симуляции Лиги Чемпионов Локомотив очень хорошо себя показывал. Но вот так вот пропускает гол. Также, если я не ошибаюсь, здесь у нас нету теперь Федора Смолова в Локомотиве. Хотя он у нас был, вроде как, если я ничего не путаю, лучшим игроком первого тура Лиги Чемпионов, когда он еще у нас был в Локомотиве. Теперь у нас игрок он Сельты. Ну и кто соскучился по Федору Смолова в Локомотиве, может перейти на наш канал, посмотреть в плейлисте у нас есть такая рубрика, как «Карьера за Локомотив». Но только именно в Лиге Чемпионов, именно в этом турнире мы проявляем свой характер, играем за Локомотив на легендарном уровне сложности. Но, как вы видите, в нашей симуляции характер Локомотив не проявляет. И Крещано Роналдо делает счет 2-0. Пока что на счету португальца. голая, голевая. Ну, здесь про шикарно. Открыли ворота, ему практически сказали «Проходи, забивай». Субтитры создавал DimaTorzok Замечательный гол. Забивает Крещано Роналдо. Дубль и голевая. В этом матче на данный момент у Крещано Роналдо 3-0 ведет Ювентус. Ну, все. Полная доминация. Но это еще не конец, друзья. Самый разгромный-то как раз счет был в матче Наполи против Рэдбула. Там 3-0 было. Но Локомотив все-таки проявит свой характер и забьет единственный мяч в этом матче. Единственный мяч. Дубль Крещано Роналдо. Голевая его. Как вы видите, замечательная атака Локомотива. Все-таки проявили они характер и забили. Хороший гол. Волевой, могу так сказать. Поборолся здесь Эдер и забивает. Эдер, конечно, не решающий сейчас мяч забил. А ведь Эдер забивал чемпионские голы. Забил в финале чемпионата Европы 2016 года. Уже 4 года, друзья, прошло с того момента. И вот сейчас забил. Единственный гол за Локомотив в ворота Ювентуса дома. Но так матч и закончится. Со счетом 3-1 выигрывает все-таки команда из Италии. Очередной матч. Очередной матч Лиги чемпионов. ПСЖ принимает бельгийскую команду Брюге. ПСЖ, Галатасарай, Реал Мадрид и Брюге. Вот такая интересная группа. Здесь все-таки Брюге и Галатасарай борются, наверное, за Лигу Европы. Ну вот, замечательный, как вы видите сейчас, проход. Замечательная передача. Безофсайдно. И забивает Брюге. Деннис забил ворота ПСЖ. Ну где была здесь оборона? Я понимаю, что они сейчас, да, они были все-таки здесь. Их видно было, но все равно по факту их абсолютно не было. Ни Маркиниса, ни Тиаго Сильва, никто из них не смог сдержать. И просто засмотрелись на эту, наверное, шикарную передачу, которая пошла на Денниса, который забил, вывел вперед. И уже Брюге на выезде ведет в матче против ПСЖ. И, как вы видите, прошло немного времени, и Карди забил и сравнял счет. Хороший момент здесь был. И Карди все-таки забивает. Хороший гол с правой ноги. Здесь очень уже было тяжело, конечно, Брюге что-то сделать. 1-1 счет. И с таким счетом матч и заканчивается, хотя все думали, что ПСЖ все-таки поборется за победу. Но нет. Матч на Сантьяго Барнабео. Реал Мадрид принимает Галатасарай. Тоже матч интересный. И здесь, естественно, все болеют за мадридский Реал. И верят в то, что именно они заберут 3 очка. Но только вот первый гол случился в концовке первого тайма. Замечательным ударом Тони Кросс. С лёта пробил. Тони Кросс забивает, проявляет свой характер, как лучшего полузащитника мира. Борется все-таки за это он в звании. Лидер он уж точно Реала. Ну и вот такой замечательный штрафной от Тони Кросса. Замечательно был забит. Дубль Тони Кросса, я говорю сейчас, именно он проявляет лидерские свои качества. Забивает в самую девятку от штанги. Все-таки там, наверное, было. Ну и Галатасарай повелись, наверное, на все-таки вот это вот ложное забегание Марсела. Ну и просто замечательная, мне кажется, связка в мадридском Реале сейчас в полузащите. Это Кросс, Модрич, скорее всего, Вальверде. Все замечательно. Так, матч и заканчивается, счетом 2-0. Уверенная победа, конечно, хозяев. И три очка в копилке у Реала. Очередной матч, наверное, который самый неинтересный именно в этом туре. Шахтер против Динамо Загреба. Игра была в Хорватии. И вот так вот под концовку уже тайма, первого тайма, забивает шахтер. Здесь просто уже задавили, еле запихнули и получилось все. Хорошо здесь прострелил, вратарь думал, что все-таки мяч уже поймал. Но здесь именно на добивании первым был игрок шахтера. Морай забивает. Единственный гол в этом матче. На выезде шахтер побеждает. И три очка набирают в этом матче. Следующий матч мы сегодня в Италии. Аталанта принимает Манчестер Сити. Тоже интересный матч именно Аталанты и Манчестер Сити. Мне кажется, главные такие фавориты на выход из группы в раунд плей-офф. И вот такой замечательный удар забивает пироги Аталанты. Хороший удар получился за штрафной. Я не понимаю, ну удар действительно был очень мощный. Прямо как будто отработанный был. Скорее всего, это так и было. Здесь убрал и пробил. Эдерсон просто не смог уже даже ничего сделать. Здесь еще и с подзащитника не видно было. Но все-таки это факт. Еще и о штанге. Забивает Аталанта. Пепп Гвардиола здесь, естественно, многим недоволен. И забивает Мартин Дерон. Тоже это был единственный гол в этом матче. И Аталанта замечательно забрала три очка у Манчестер Сити. У одних из фаворитов победы в Лиге Чемпионов. Матч теперь у нас в Германии. Уже Байер принимает Атлетика Мадрид. Группа тоже там у них очень интересная. Тем более сейчас вот Ювентус обыграл 3-1 Локомотив. Ну и теперь все шансы у Атлетика набирать очки и обгонять. Локомотив сравнивается хотя бы с ними. Ну и Атлетика набирает очки в этом матче. Снова единственный гол все решает. РР забивает. Ну и последний матч у нас Валенсия против Лиля. Матч тоже интересный. Лиль в прошлом сезоне замечательно себя показали в чемпионате. Николя Пипе, Джонатан Бамбо. Сейчас конечно таких игроков немного осталось в Лиле. В Пипе ушел в лондонский арсенал. В Амбо хотя бы остался. Но вот так вот Валенсия на своем поле на 54-55 минуте забивает прострельный удар. Тут даже навес такой пошел и замечательно головой замкнули. Хорошо пошел прострел. Ну и голкипер Лиля потащить к сожалению не сумел. Здесь просто замечательно. Он просто как будто прогуливался и в конце решил подставить голову. Ну и замечательно у него все получилось. И вот так вот на буквально через 6 минут забивает Ринато Санчеш. Кто еще помнит про этого игрока? Многие конечно помнят, но многие не знают где он вообще играет. Вроде как после чемпионата Европы его купила Бавария на хайпе. Что вот он самый лучший молодой игрок на этом турнире был. Поэтому и купили его вроде как из Бенфики. Но сейчас он поиграл там в арендах. Я даже не помню в Англии он за какой клуб играл в аренде. Но сейчас он выступает вроде как тоже в аренде. Либо все-таки уже полноценно как игрок Лиля. И забивает гол сравнивая счет в выездном матче. Ну и все. Вынос мяча пошел. Матч так и заканчивается 1-1. На ваших экранах вот она команда 4-го тура Лиги чемпионов. Ну и как вы понимаете лучшим игроком этого тура стал Криштиан Роналдо. Забив 2 мяча и отдав 1 голевую в матче против Локомотива. Ну вот она группы. Все. Групповая таблица после 4-го тура. Напишите в комментариях за кого вы болеете именно в нашей симуляции. И как вы считаете. Вот например мне очень интересно. Шансы Лиферпуля есть ли еще на выход из группы в плей-офф. Ну что ж друзья. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик. Потому что у нас очень часто теперь стали выходить видеоролики. Практически каждый день. Также не забывайте ставить на колокольчик. Потому что это действительно важно. У нас часто проходят стримы. И чтобы их не пропускать. Поставьте колокольчик. С вами был Андрей. Канал Футбол. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok